Девушки отдыхают Девушки не отстают Главная женская команда страны успешно сразилась с лучшими европейскими сборными Белая полоса красно-белых Победная серия «Спартака» в высшей лиге длится с начала ноября и составляет уже 6 матчей Рубрика «Жизнь АМФР» Руководители клуба в Суперлиге обсудили важнейшие вопросы отечественного мини-футбола А начинаем по традиции с обзора матчей Суперлиги Поехали! Ноябрьская программа Суперлиги завершалась матчами в Екатеринбурге и Питере Синара в заключительной встрече восьмого тура разгромила новую генерацию 7-1 Таким образом Алексей Мохов одержал тренерскую победу над своим бывшим наставником Вадимом Яшином Который еще не так давно был рулевым уральцем Забили свои моменты, удачно повели в счете, оторвались и потом уже довели игру до победы Спокойно контролировали, создавали контратаки, убегали, еще забивали, развивали преимущества Политех в перенесенных поединках седьмого тура принимал мини-футбольный клуб КПРФ И показал в этих играх отменный бойцовский характер Хозяева по ходу обоих матчей уступали с разницей то в три, то в четыре мяча Если в первой встрече им спастись не удалось 4-6 То на следующий день питерцы все же вырвали ничью на последней минуте матча 7-7 Станислав Ларионов, пришедший в политех как раз из стана коммунистов Не позволил своей бывшей команде увезти из северной столицы максимум очков Тут секрета такого большого нет Просто о чем мы договариваемся, над чем работаем мы на тренировках Мы просто просим держать эту концентрацию и делать те правильные вещи Которых мы договариваемся в каждодневной работе По итогам восьми туров у политеха 9 набранных очков и девятое место в турнире таблицы Ничья питерцев с коммунистами позволила Синари обойти москвичей И занять четвертую позицию в табеле о рангах Благодаря голову ворота новой генерации в тройку лучших снайперов чемпионата Стремительно ворвался Сергей Абрамов На один мяч больше в активе у Ивана Чешкалы Абсолютным лидером рейтинга бомбардиров с 20 голами по-прежнему остается Руслан Кудзиев Пока игроки определяли лучших на паркете, руководители клубов Суперлиги обсуждали свои насущные вопросы в офисе АМФР Рабочее совещание ведущих мини-футбольных менеджеров страны по обыкновению получилось конструктивным и плодотворным А повестка дня отличалась большой насыщенностью Я думаю, на самом деле интересных масса вопросов Это изменение в регламент, и Кубка, и Перев со стороны Это новый сайт Реально их много Практически каждый вопрос был по-своему интересен Приятно очень окунуться мне было в родную атмосферу Руководители Суперлиги Год отсутствовал Рад был всех видеть Рад был принять участие в этом совещании Как обычно обсуждается целое перелечение очень важных актуальных вопросов Но хотел бы сказать, что опять же находим общие точки соприкосновения практически по всем из них Среди этих вопросов была организация нового розыгрыша Кубка Еременко И Всероссийского семинара Академии футзала для тренеров и руководителей пресс-служб Кроме того, собравшиеся обсудили варианты реформирования 1-8 финала Кубка страны В свою очередь президент ассоциации Эмиль Алиев поблагодарил участников совещания За качественную подготовку к аттестации клубов Суперлиги А тестовывать, кстати, теперь будут и комментаторов Работающих на матчах элитного дивизиона Это решение – часть большого комплекса мер по увеличению популярности мини-футбола Я очень рад, что растет посещаемость в ряде клубов Я бы отметил и мини-футбольный клуб «Синар» и «Тюмень» Наш новый клуб «Автодор» из Смоленска И мини-футбольный клуб «Норильский Никель» Активную работу проводят по этим направлениям И в них растет посещаемость Они приняли и оценили наше совместное действие Еще несколько месяцев назад В начале этого сезона И включились в эту работу Я доволен совместной работой с президентами клубов В предыдущем выпуске мы рассказывали вам о подготовке женской сборной России к спаррингам в Испании На сей раз в подмосковный Красногорск съехались коллеги наших девушек из мужской национальной команды Их учебно-тренировочный сбор был приурочен к участию в Кубке четырех наций Новым международным турниром Придуманным Ассоциацией мини-футбола России Хозяином дебютного розыгрыша этих товарищеских соревнований Стал Иран, куда съехались сильнейшие сборные Казахстан бронзовый призер чемпионата Европы Азербайджан входит в десятку лучших команд FIFA Поэтому Иран бронзовый призер И мы, соответственно, серебряные призеры последнего чемпионата мира Значимость Кубка четырех наций в сборной понимают все Это не только отличный шанс проявить себя в играх с сильными соперниками Но и генеральная репетиция перед Евро-2018 Любой турнир, в принципе, он нужен для того, чтобы сыграться с ребятами Все равно мы играем в своих клубах, у нас своя система игры В сборной немножко другая То есть все равно нужно сыгрываться Чем больше матчей, тем, в принципе, это лучше для сборной В сборной России всегда играет на победу Не надо ни о чем говорить Надо выигрывать все три матча Это хорошая подготовка И для молодых надо всем доказывать Чтобы был шанс попасть на Евро Прошедший сбор примечателен тем, что в нем принял участие 20-летний голкипер Сибиряка Николай Балашов Который впервые получил приглашение в национальную сборду Вместе с коллегами по вратарскому цеху Николай любезно согласился дать нам эксклюзивный мастер-класс В первом упражнении мы уделим внимание технике отражения мячей В мини-футболе мячи можно отражать двумя способами Первый способ это в падении А второй способ это в полушпагате Также в этом упражнении мы уделим внимание скорости силовой работы вратаря Поехали Последний, последний, Кашан Хорош, то же самое Поехали, сразу же Хорош Для второго упражнения нам потребуется теннисной ракеткой и теннисной мячи Мы будем отрабатывать игру один в один в вратаре против нападающего Также это упражнение отрабатывает реакцию вратаря Поехали Поехали В третьем упражнении мы поработаем над перемещением вратаря В мини-футболе очень часто происходит ситуация, когда вратарю необходимо переместиться из ближнего угла в дальний И отразить опасный голевой удар Поэтому сейчас мы над этим поработаем Три Оп Все, можно попить Закончили Хорош, Клюк Спасибо Вот так мы и работаем Мы развивали скорость силовой работы вратаря сегодня То есть мы очень часто повторяли одни и те же движения в течение всего упражнения И сохранить концентрацию вратаря очень сложно Но мы над этим работаем То есть вот эти самые упражнения, которые мы сегодня делали Они как раз позволяют вратарю сыграть до конца надежно в каждой игре Хорош Надеюсь, вам понравилась наша тренировка Ждем вас на нашем следующем занятии Валейте за сборную России Благодарим наших доблестных вратарей за отличный мастер-класс А теперь переходим к обзору матчей Кубка четырех наций В дебютном поединке турнира, который состоялся в Иране Дружина Сергея Скоровича встречалась со своим будущим соперником по Евро 2018 сборной Казахстана Команды разошлись миром со счетом 3-3 В составе вице-чемпионов планеты забили Дмитрий Лысков Артем Ниязов и Сергей Абрамов Во втором матче сборная России одержала трудовую победу над азербайджанцами 4-3 У наших вновь отличились Ниязов и Лысков на счету последнего дубль И еще один мяч в активе Ивана Милованова В заключительном поединке у россиян мяч просто не летел в ворота И, к сожалению, наши уступили хозяевам турнира 0-4 Таким образом, иранцы стали первыми обладателями Кубка четырех наций А наши парни заняли почетное второе место Мы всегда ставим перед собой максимальные цели И ребята здесь надо отдать им должное Они сделали все возможное И они работали на результат во всех трех матчах И мне не в чем упрекнуть Да, мы проиграли Ирану Но мы бились до конца полностью Отдавая себе отчет, что мы играем и что мы делаем на поле Следует отметить, что новый турнир Инициированной ассоциацией мини-футбол России Вызвал большой интерес у международной мини-футбольной общественности Второму розыгрышу Кубка четырех наций быть И с большой долей вероятности он пройдет в следующем году в Казахстане Такие турниры очень полезные То есть это получается зная инициатива Ассоциации мини-футбола России Она давно обрабатывалась По предложению другим странам Я благодарен Ирану, что они первые, которые позывались в организации такого формата И вообще в целом для подготовки к большому турниру Захеву 2017 Это очень-очень полезно Мы с большой радостью воспользовались шансом провести этот турнир Уровень футзала, который мы здесь увидели, сопоставим с тем, что было на чемпионате мира в Колумбии Убежден, наше начинание получит продолжение И не исключаю, что в будущем состав участников турнира будет расширен Турнир Гран-при, который проходил в Иране, действительно был в планах в Ассоциации мини-футбола давно И я рад, что совместно с нашими иранскими коллегами и нашими друзьями из Азербайджана и Казахстана Нам удалось реализовать нашу давнюю идею Свой традиционный сбор в декабре провела и наша женская национальная команда Как и коллегам-мужчинам, россиянкам предстояло сыграть в аналогичном турнире четырех наций Только не в Иране, а в солнечной Испании И уже не в первый раз Год назад подопечные Евгения Кузьмина стали победительницами дебютного розыгрыша этого соревнования Которое для женских сборных, по сути, является неофициальным чемпионатом Европы Конечно, это было потрясающе Мы очень сильно радовались Ну, это не было неожиданно Но, учитывая тот факт, что у нас не было сборов Мы просто приехали и забрали кубок Это было волшебно и потрясающе Если честно, уже соскучились по девчонкам, по тренировкам Все в боевом настроении Едем только побеждать К сожалению, в составе сборной на сей раз не оказалась опытнейшей Марии Фелисовой Год назад она с радостью поднимала завоеванный кубок Но помочь команде теперь ей не позволила травма Однако и в отсутствии своего капитана Наши девушки отправились в испанскую Гвадалахару С твердым намерением отстоять титул Как и годом ранее в соревнованиях помимо россиянок приняли участие лучшие европейские сборные Испания, Португалия, Италия Матч с красной фурией стал юбилейным сотом в истории нашей команды на международной арене И в напряженной борьбе подопечный Евгений Кузьмина уступили хозяйкам паркета со счетом 1-2 Во второй встрече наши девушки сыграли в ничью с португалками 1-1, а в заключительном поединке разгромили сборную Италии 4-0 В Португалии прошли матчи элитного раунда Кубка УЕФА Где Россию представляла московская Дина К сожалению, пушкари, испытывающие большие проблемы с составом Уступили во всех трех матчах группы Б И завершили свое выступление в этом турнире Мы благодарим императорский клуб за борьбу И надеемся, что следующий Еврокубковый сезон сложится для нашей страны удачно Теперь возвращаемся обратно в Россию В высшей лиге продолжают кипеть нешуточные страсти Московский «Спартак» в рамках восьмого тура западной конференции В напряженном поединке лишь за минуту до финальной сирены Одолел казанский «Ядран» 6-5 Набрать очки гостям не помог даже дубль лидера снайперской гонки турнира Никиты Хромых Это у нас еще с прошлого сезона тянется, что не хватает концентрации на последних минутах Как в первом тайме пропускаем на последний минут, как и во втором Мы всегда бьемся до конца У нас еще есть игра в Казани Будем ждать реванша Две недели спустя «Спартак» вновь победил На сей раз со счетом 4-2 красно-белые одолели астраханский «Хазан» В турнирной таблице в спиду москвичам дышат земляки из мини-футбольного клуба КПРФ В конференции «Восток» в минувшие выходные завершились игры четвертого тура По итогам которого команда из Екатеринбурга «Зик» увеличила свое преимущество в турнирной таблице В женском чемпионате России состоялись матчи пятого тура конференции «Запад» Команда Орловского госуниверситета одержала дебютную победу в сезоне А Снежана Котельники поделила очки с «Лагуной» В первой встрече подмосковной футболистки были сильнее 4-1 Но в ответном поединке гости из Пензы взяли реванш со счетом 4-2 И преподнесли отличный подарок Виталию Антонову на 50-летний юбилей У нас цель и задача всегда бороться за золотые медали Как у нас в этом году сложится, будем стараться Чтобы клуб развивался, то есть привлекаем очень много молодежи Причем не только с своей Пензы, но и с Поволжи привлекаем игроков Уровень очень высокий, уровень мини-футбола женского сейчас в последнее время растет И я считаю, и Восток сейчас прибавит очень сильно И Восток действительно прибавляет огромное количество неожиданных результатов Во втором туре команда из Пермского края «Дюж-Краснокамск» потерпела первое поражение в сезоне Обидчик лидера чемпионата «Запсиб колледж» из Тюмени 3-6 Остальные результаты прошедшего тура на ваших экранах В розыгрыше мужского Кубка России состоялись первые четверть финальные матчи Главной сенсацией этой стадии турнира стала крупная домашняя победа столичных коммунистов В красно-белом дерби над Сибиряком 7-3 В составе москвичей особо стоит отметить игру российских сборников Андрея Панкратова и Георгия Замторадзе Автодор в Смоленске с отсчетом 2-3 уступил Синари Ухта и Газпром Югра по взаимной договоренности провели в Республике Коми сразу два матча На правах фаворита югорчане победили дважды и стали первыми полуфиналистами Кубка страны Ответные поединки в остальных парах состоятся 26 декабря И в завершении этого выпуска коротко расскажем о совместном проекте Ассоциации мини-футбола России и ГМК Норильский Никель, мини-футбол в школу, регион Заполярье В Манчегорске состоялся насыщенный двухдневный тренерский семинар Академии футзала Сейчас очень приятно отметить, что мы в Заполярье были и здесь, что уровень подготовки растет Тренеры стали лучше работать, двиг очень приятен в лучшую сторону Участники семинара пристально наблюдали за тренировочным занятием под руководством лекторов Академии После чего был проведен анализ увиденного Материально-техническое обеспечение в рамках реализации этой программы Оно одинаковое для всех городов-участников этой программы Оно в этом году включает в себя как мячи, тренажеры для занятий мини-футбол, вообще физической культурой Методическая литература Так и один немаловажный вопрос, который нам удалось в этом году решить Мы все школы обеспечим стационарными воротами для мини-футбола Но ворота облегченные, пластиковые, сборно-разборные, которые являются нетравмоопасными Их можно всегда использовать, легко смонтировать, разобрать, перенести Учителям физкультуры после успешного прохождения обучения будет присвоена квалификация Тренер по футзалу категории Д И на этом пока все Итоги календарного года мы подведем ровно через две недели До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова